По пути олено-транспортных эшелонов. Сегодня в Нарьинмаре стартовал второй лыжный переход. За пять дней его участники, в числе которых студенты СГК, пройдут ориентировочно 150 километров. В рамках путешествия лыжники посетят пять населенных пунктов при Печоре, откуда на фронт уходили наши земляки, переведут в порядок обелиски Победы и проведут торжественные митинги. Студент социально-гуманитарного колледжа Евгений Зырянов долго не раздумывал, когда ему предложили стать участником второго лыжного перехода, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. Интересно, по какому маршруту шли наши воины, которые защищали наш округ, по которому сейчас хожу я, мои родные, близкие, вообще жители нескольких округов. Довольно-таки интересно узнать, что это вообще такое. Это достаточно довольно-таки тяжелое испытание для меня. И действительно, поход протяженностью около 150-180 километров – хороший способ испытать силу и выносливость. На пути путешественников пять населенных пунктов Нижнепечорья – Нарыга, Антик, Нельминос, Куя и Никицы. В каждом остановка, во время которой лыжникам предстоит не только набраться сил для дальнейшего путешествия. Ребята отправляются по деревням Нижнепечорья, где будут проходить небольшие мини-митинги, будут возлагаться венки, проводится краеведческая работа, подготовка памятников 9 мая. Подобный переход стал вторым в прошлом году. По этому маршруту прошли студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. В этом пришла очередь обучающихся в социально-гуманитарном колледже. Все путешественники на лыжах, а за спиной у каждого небольшой рюкзак. Остальные вещи, включая съестные припасы, отправятся до ближайшей остановки в Нарыге на снегоходе вместе с группой сопровождения. У нас есть группа сопровождения, которая обеспечивает питание, обеспечивает проживание, ну все обеспечивает. Эвакуацию на случай экстренный. Задача ребят – идти, потому что переходы, они, конечно, не очень большие, но легкими их не назовешь. Перед выходом на лыжню – последние приготовления и напутственные слова от организаторов. А ровно через пять дней на этом же месте предстоит встреча студентов-путешественников, за плечами которых будет почти 200 километров пути и масса новых впечатлений, которые помогут в том числе и Евгению Зырянову испытать себя и, возможно, изменить свое будущее.